Легенды магии. Часть 3. Озвучено в Голконг-Гонунова совместно со студией озвучания ВКМ. Перевод совершен в Dark Room Collaboration. Наконец-то я могу почитать. И на этот раз один. А то из-за этого королевского глаза луны я чуть было из собственной шкуры не выпрыгнул. Вот так. Устроюсь поудобнее и начну читать очередную легенду магии. Так. Что у нас сегодня? О! Мист Мэйн! Я люблю истории про нее. Она пожертвовала собственной красотой, чтобы спасти свою подругу и свое королевство. Интересно, что же еще Старсверл написал о ней? Мист Мэйн и загадка замка. Страница первая. Что ж... Стой! Ты, читающий эту книгу! Я? Что это? Изображение Старсверла? Да, ты! Не гоже тебе читать легенды о Мист Мэйн в тесных кабинетах среди пауков и пыли. Почти память великой волшебницы. Отправься с книгой в сады, краса которых может сравниться лишь с ее собственной. Кто бы мог подумать! Старсверла нет уже сотни! Нет! Этого не может быть! Все страницы, они одинаковые! Зачем ему? Хм... Разве что. Здесь ужасно ярко. Теперь посмотрим. Что ты? Чего? Но вся эта природа... От нее у меня чесотка. Ох, ладно. Вот я и прилег в саду, на солнце, среди травы, от которой весь чешусь. Теперь ты доволен, Старсверл? Я сделал все, что велело заклятие. Ах, чудесный день для того, чтобы побывать в саду, не так ли? Так, с чего можно начать? Эм... Ну, да. Всем знакома Мист Мэйн, которая была прекраснейшей из всех пони. Известно, как она странствовала, привнося красоту во все уголки Эквестрии. Известно, как она отдала свою красоту, чтобы спасти подругу. Но я, Старсверл Бородатый, знаю, что великая и могущественная волшебница не перестала помогать миру, лишь потому, что состарилась. Нет, что бы ни гласили иные легенды, самые великие деяния ей еще предстояло совершить. Включая приключения, в котором она разрешила проблему, с которой не смог справиться даже я. Это история о Мист Мэйн и загадке недостроенного замка. Что ж, здравствуйте, мои маленькие друзья. Вы выбрали чудесное место. Интересно, как же вы его называете? Что же там произошло? Надеюсь, никто не пострадал. Божечки! Ну и вид! Что это был за шум? Все ли в порядке? Сэр, веревка ослабла, и поэтому камень и упал. Этот камень весит несколько тонн. Попади он до кого-нибудь из вас, болванов, вас бы мигом расплющило. Это что был, саботаж? Кто смог сделать подобное? Мы уже отстаем от графика, и если эта ерунда и дальше продолжится, то как же вообще быть? Мне что, нужно будет сворачивать строительство замка? Так, народ, объявляю обед, посмотрим, сможем ли мы наверстать упущенное после, или кого-нибудь все же раздавит. Простите. Уважаемые, нельзя так подбираться к пони. Я же не знал, что вы там стоите. Мои извинения, я услышала, о чем вы тут говорили с другими пони. Вы услышали? Как давно вы находитесь тут? У меня тут уже крыша поехала. Вижу, вам сейчас приходится не сладко. В самом деле... Может быть, если вы мне расскажете, в чем проблема, я смогу помочь? Вы? Я не хочу отклонять ваше предложение, мэм, но будет плохо, если вас раздавят камнем. Не волнуйтесь. Что ж, эту работу нам поручил Старс Верлбродатый, и он хочет, чтобы мы построили новый замок для принцесс. Нам дали чертежи, где подробно описано, как должен выглядеть этот замок. Могу я посмотреть? Мы сейчас возводим первый донжон с укреплениями. Видите, он будет просто здоровенный. Вся эта территория вокруг нас? Что же тогда случится с лесом? Ну, его придется полностью вырубить и пустить на строй материалы. Без места нет прогресса, понимаете? Понимаю. Так откуда все началось? Отсюда. Эту стену мы начали возводить первой. Но когда мы вернулись, на следующий день ее уже не было. Не было? Да, будто ее кто-то разобрал, а стройматериалы вывез. Будто мы не начинали ее строить. И это только начало. Потом у нас начали рваться веревки и падать камни. Некоторым ребятам уже кажется, что тут обитают призраки. А как вам кажется? Призраки? Не думаю. Тут вполне может быть проклятие. Вам и вашим пони лучше отдохнуть до конца дня. Я поищу причину вашей проблемы. Вы серьезно? Ох, спасибо вам большое. Будет прекрасно поработать хотя бы день без вещей, падающих невесть почему. И Мистмейн отправила остальных рабочих по домам, а сама осталась наблюдать за стройкой. Она ходила вокруг и наслаждалась красотой этого места. А на закате она зашла в ближайший лес, чтобы посмотреть, кто и как там живет. Это место ей очень понравилось. С наступлением ночи Мистмейн устроилась в одном из немногих мест, где уже была крыша. С высоты этого места она любовалась красотой заходящего солнца. И она ждала, ждала долго, до самой середины ночи, попутно любуясь красотой россыпи звезд на небе. Просто прелесть. Какая красивая. Затем Мистмейн что-то услышала, но это было не то, чего она ждала. Стоять! Что вы тут делаете? Кто вы? Я могу задать тот же вопрос. Я? Сие место по праву принадлежит мне. Правда? Да. Я принцесса Луна Эквистрийская. Этот замок возводится для меня и моей сестры. Ну и что же принцесса делает посреди ночи в недостроенном замке, о юная Луна? Как я уже сказала, это мой замок. Его возведение задерживается по причине некой злой магии. Почему ты решила, что она злая? Ну, конечно же, она злая. Она творит беспорядок в замке. Из-за нее его не могут достроить. Понятно. И зачем же какому-либо бесчестному чародею-единорогу препятствовать возведению замка? Я не... Эй, кто вы вообще? Я просто друг. Но откуда мне знать, что не ты применяешь эту магию? Ты же уже была на стройке. Полагаю, тебе придется просто поверить мне. Если не ты, тогда кто? Ты все еще не сказала, кто такая. Эй, вернись! Тебе не следовало убегать от меня. Я принцесса ночи, я найду тебя. Незнакомка! Незнакомка? Тише, тише. Принцесса, глядите. О, какая прелесть. Что же эти зверюшки тут делают? Смотри и слушай. Зверюшки разрушают мой замок. Зачем им это надо? Зачем? Верный вопрос, теперь подумай. Я должна их остановить. Они же тут камень на камне не оставят. Принцесса, постойте. Вы, звери, положите все вещи назад. Немедля. Это все часть замка. Слушайтесь, я ваша принцесса. Не смейте уходить, это же нечто важное. Вы меня совсем не слушаете. Да что такое? Стоять! Не с места. Как ты смеешь нападать на принцессу? Я, я использую свою магию. Ай! Так, медведь, ты и твои друзья уходите из замка. Я не хочу навредить вам. Нет, не смей подходить ближе. Помни, я сказала смотреть и слушать. Ты не слушала. Ну, я же не говорю по медвежьи. Речь не единственный вид языка. Смотри на их движения. Смотри на их действия. Эм, что ж, попробую. Они разбирают замок, потому что... Им нужны стройматериалы? Присмотрись внимательнее. Причина... Причина... Причина в замке? Они не хотят, чтобы его строили? Он загивал. Он понял меня. Но почему они хотят, чтобы замок не был построен? И вот в ту ночь Луна, младшая из сестер, сидела вместе с жителями Контерлотского леса и задавала им вопросы. Она все еще не могла полноценно общаться с ними. Но когда она сбавила темп, ей нетрудно стало догадаться, чего они хотят. А с приближением рассвета Мист Мэйн тихо ушла прочь. Луна так и не заметила ее ухода. Так вы волновались о том, что можете потерять свои дома? Что замок с его огромными стенами займет всю территорию? Луна узнала, что проблемой был не сам замок, а его размеры и его влияние на лес. Так, полагаю, у меня есть одна мысль. Вместо крепости, в которую никто не сможет проникнуть, построим маяк надежды. Открыто для всех. Хорошо? С чудесным садом. Все животные, живущие здесь, могут там остаться. Ну а пони смогут глядеть на них. Мы все вместе сможем жить в замке. Вас устраивает? О, уже утро. Мне надо возвращаться. Спасибо, что нашли время поговорить со мной. Впредь мы будем к вам прислушиваться. Когда солнце взошло, а луна улетела, мист Мэйн появилась вновь. Что я вам говорила о том, как горжусь всеми вами? Благодарите сами себя и принцессу. Вы сами решили все свои проблемы. Я лишь помогла найти общий язык. Похоже, замок будет в самом деле прекрасен. Возможно, мир как раз и нуждался в принцессах. Вам всем стоит вернуться в лес, прежде чем вернуться строители. А, кстати, вы не доставите им больше проблем. Вот и славно. А теперь, хоть тогда мне не было ведомо все произошедшее, в историю вступил я. Принцесса Луна, вы монарх этой страны. Вам не стоило оставлять замок и улетать посреди ночи. Но Старсвирл, они буквально разносили замок. Если бы кто-нибудь не пришел и не поговорил с ними, нового жилья мы бы так и не получили. И ты думаешь, мы поверим, что ты прилетела сюда и говорила с животными? За тобой, знаешь, подобного раньше не замечалось. Все было не так. Они не пользовались словами. Их ответами на мои вопросы были реакции. Понять их не так сложно, если приложить усилия. По крайней мере, можно было придумать ложь и поизящнее. Но когда Луна показала чертеж, который нарисовала вместе с предполагаемыми животными, я начал понимать, что кое-что таки было. Это я предложил идею крепости. Я хотел, чтобы девочки были в безопасности. Но потом я понял, что их безопасность будет определяться тем, как они правят, а не тем, где они живут. И если история Луны была правдой, а ее чертеж – знаком, то они были на пути к долгому и безопасному правлению королевством. Руководитель строительных работ немного сконфузился, когда мы показали ему новые чертежи. Но он обрадовался обещанию, что теперь животные не будут мешать работам. Единственной вещью, которая меня волновала, были эти сады. Чего хотели животные, нам было неизвестно. Если сады их не удовлетворят, взбунтуются ли они. Но мои волнения оказались напрасными. Когда началось возведение замка, строители начали сообщать о странных случаях, но не таких, о которых вы могли подумать. Давно потерянные инструменты появлялись тогда, когда были нужны. Проекты, вечером оставленные незавершенными, утром внезапно оказывались полностью готовыми. К строителям вернулась бодрость духа. Замок строился быстрее, чем мы могли себе представить. Наконец, маяк надежды, который Луна и ее лесные друзья представляли себе, был завершен. Оставался только сад. Рабочие принесли керамику, но у них не оказалось необходимых навыков, чтобы создать прекрасный сад, достойный замка. Этим, я думал, предстоит заняться мне. Посмотрим. Волшебный фикус, фисташковое дерево, фейхоа, фенхель. Но, к моему удивлению, работы были уже закончены, и они справились намного лучше меня. Будучи обрадованной, Луна забыла поведать мне о странной пони в капюшоне, которую она встретила. Прошли недели, прежде чем она вспомнила и рассказала мне, что было странно, потому что эта часть истории мне была неизвестна. Я мог поклясться, что видел тень некой пони в капюшоне, прогуливавшейся по саду, но когда я попытался проследовать за ней, я потерял ее и нашел лишь цветы. Но цветы мне напомнили о Мист Мэйн. В иные ночи, когда я уставал от заклинаний, я прогуливался по саду, и иногда мне казалось, что я вижу пони в капюшоне, ухаживающую за растениями. Возможно, это была та самая легендарная пони, и она знала, что многие годы не прошли напрасным уроком для принцесс. Что самое волшебное из вещей, которой можно научить пони, это как самостоятельно решать собственные проблемы. Значит, смотреть и слушать. Божечки! Это она! Я должен с ней поговорить! Мист Мэйн! Что? Из-за всех этих легенд мне уже мерещится всякое. Все-таки, Мист Мэйн это всего лишь легенда. Великая легенда. Ну, просто-напросто легенда. А мне еще много чего предстоит почитать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...